Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ Добрынинский в трёх минутах от станции метро. Айни Сампеткусов, я иногда упоминаю эту фамилию и имя, литовский журналист, не так давно с ним сделали совместное интервью, и точки зрения совпали по вопросу создания восточноевропейского государства во главе с Ватиканом. На сегодня это представляется абсолютной реальностью. Я скажу, почему. Ну, исходя из тех фактов, которые были даны ранее, это, естественно, потому что эти государства не хотят делить вместе с западноевропейцами их отношение ни к эмиграции, ни к смыслу жизни, ни к религии. Один из основных вопросов. И, мало того, вся эта зона, за вычетом Румынии, это зона католицизма. То есть, если взять Польшу, если взять Литву, если взять Галицию, собственно, но, конечно, вычитаем Румынию с Болгарией, знаете, больше, естественно, православного толка, больше, потому что там тоже все достаточно неоднородно, но, в общем и целом, у них есть некий общий знаменатель, который может им позволить удержаться. А я на это надеюсь, как литовец. Я на это надеюсь, потому что я просто не злой человек и вовсе не горю желанием увидеть как можно большее число карбонизированных трупов. Мне это абсолютно не надо. Или людей, погибших, так сказать, во время страшного мусульманского бунта. Думаю, бунта, кстати, даже не будет, но это другая тема. Интересно, что действительно мнения совпали. Я, правда, с ним не использовал аргумент, не говорил на эту тему, но вот пока добирался с предыдущей площадки до этого лекционного зала, подумал, что очень часто, заявляя о Совете по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом, о чем уже знают многие, потому что мы много на эту тему говорим, напомню, крупнейшая финансово-промышленная организация планеты. И средства есть. То есть то, что отсутствовало, я бы сказал, Ватикана в больших количествах не для того, чтобы какие-то тайные операции предпринимать по миру, а именно для того, чтобы с государственной точки зрения организовать зоны, ее безопасность, охрану, выдать деньги. Да, у них это есть. Если Совет по инклюзивному капитализму, так как он во главе с Ватиканом, подключится к вопросу, то, извините, годовой оборот в 10,5 триллионов долларов это вполне и более чем существенно, это бюджет государства. Кроме того, Российской Федерации меньше, чем здорово меньше. Поэтому возможности у них есть, династия Габсбурга у них тоже есть, территория единства идей и потенциальный союз с нами тоже есть. И с этой точки зрения у меня возникла мысль на фоне первоначального разочарования в интервью Владимира Владимировича, скажу вам откровенно, не по поводу того, что он сказал что-то не то, а по поводу того, что он сказал то, то, что мы, с счастью, сами представляем и знаем. Просто по поводу того, что нас убеждать в чем-то, что мы знаем уже давно, ну, явно не стоит. Я понимаю, что адресовано было западноевропейцам. Он, кстати, Айнис дал свое прочтение ситуации, что по принципу, имеется в виду, Владимир Владимирович имел в виду, но я же вам говорил, точнее, я вас предупреждал. Он решил предупредить все европейские народы о том, что их ожидает, если они не будут менять свой путь. Мы хотели с вами мира, но, как говорится, севиспасом парабеллум, парабеллум не только пистолет. Хочешь мира, готовься к войне. То есть это предупреждение, последнее китайское предупреждение, далее будут какие-то действия. А я в этом усмотрел несколько другое, имеящее отношение к Ватикану, к той конструкции, которую я сказал, что, конечно, у тебя Путин ведет диалог ведь не только с Францией, Великобританией, точнее, Соединенным Королевством, США. Он ведет диалог с восточноевропейскими странами в первую голову, потому что они примыкают к нашей территории, нам все-таки как-то, несмотря на свою вероломную политику там, но они, правда, бы тут часто усмехнулись, значит, мироломная политика, но тем не менее, они нам близки, они об этом вспоминают, когда им тяжело, достаточно тяжело, и в конечном счете, если они действительно хотят образовать какой-то свой блок, и блок на основе религиозных ценностей, о чем я еще, может, поговорю ниже, то почему бы и нет. И, возможно, Путин тоже им адресует послание, разочаровало оно меня потому, что если это касалось всего блока НАТО, то в очередной раз протягивать им вроде бы руку дружбы, когда они зашли на нашу территорию и творятся то, что творят, наверное, ну, как-то не совсем верно, я бы сказал так. А вот если речь идет о том, что Владимир Владимирович смотрит будущее и понимает, что из те страны, которые организуют великую стену между нами и потенциальным халифатом для территории хаоса в Западной Европе, что эти страны все-таки могут рассчитывать на Союз с Россией, и мы вполне, если они встанут на религиозную основу, на традиционные ценности, можем с ними начать какой-то диалог, ну, возможно, мне хочется в это верить, но такое прочтение есть. Я по-любому начал с современности, потому что не хочу ходить сразу в глухую древность, и, наверное, дал некий свой подход. Ватикан отнюдь не, естественно, не мертвая организация, и самое главное, это, естественно, это трюизм, и самое главное, что совсем нет трюизм. Как-то раз тут людей удивлял мальтийским орденом, ну, наверное, удивлю еще раз в чем-то, скажу в чем. Так вот, нет трюизм в том, что не всегда сила, которая хочет зла, действительно, зла добивается, иногда от этой силы бывает, ну, если не добро, то какие-либо союзы и возможности, как говорят англосаксы, нелюбимые нами дружно, опыт юнитис, то есть возможности, они рождаются. Конечно, лучше всего, чтобы было только голый свет, но я тут сразу вспомнил, естественно, Булгакова, цитата не настолько избитая, диалог на крыше Пашкова дома, если сорвать все тени, оставить голый свет, то вы закричите в моем пересказе от ужаса, потому что, ну, без теней нету жизни, как бы тени – это тоже жизнь, и поэтому в политике, естественно, голого света не будет никогда, будет много теней, и полуоттенков, и сумрака, так иначе быть не может. Люди не обязательно нам нравятся, но они живут, и они имеют право на существование. Те же самые католики, мы их не выдумывали. А я это к тому, что... Это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании.